Итак, приветствую всех соседей по палате, мы продолжаем играть за нашего Лефткрафта Лавкрафта И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь И у нас тут открылись новые фокусы, так что мы сейчас по ним пройдемся Здесь мы будем отказываться от англофилии, тут свою идеологию так сказать обосновывать, выбирать И затем просто нереально бафать свою промышленность, поэтому смотрите на эти бафы Тут макс производства, тут, тут, тут Тоже, кстати говоря, немножко у нас меняется наше спартанское общество на новую технократическую элиту Будем мы, короче, блин, роботов тут, наверное, еще нету, так что будем просто говорить, блин, мы такие крутые технологические Ладно, мы еще поехали, собираемся мы, наверное, повоевать с кем? С Канадой, с Антантой У нас еще есть цели, так как мы теперь радикал-социалисты, нам нужно освободить всех рабочих мира, всех нерабочих мира В принципе, всех в этом мире вообще надо освободить У нас вот такой вот огромный текст по нашей идеологии, если вы хотите, вы можете это зачитать Но здесь, конечно, очень много, поэтому я на этом останавливаться не буду Армия, значит, подходит к границе, в принципе, уже на границе Я думаю, сейчас чуть-чуть еще пораспределяем, наверное, авиацию, и мы будем готовы У нас тут, кроме того, кстати говоря, готов флот Мы забрали все-таки флот у Тихоокеанских штатов, еще успели у кого-то тоже из других американцев И он у нас такой, ну, солидный Сейчас еще канадский заберем, будет вообще шикарно Так что, поехали к воене с Канадой Ну и кое-как мы распределяем авиацию, наверное, мы еще вот так вот сделаем Ну-ка А еще они не задеплоились, короче, вот так Ну, это, наверное, лучшее, что мы можем предположить с нашим войскам, наверное, да? Какую поддержку везде Канаду, тем более, войск мало, я думаю, тут будет без проблем Кто еще у нас будет противником? По факту особо никто Я думаю, по нашим амбициям мы будем ориентироваться вот на эти фокусы Опять же, у нас уже не национал-популизм, но примерно по ним мы будем смотреть, что мы хотим себе съесть Так что Канада, тем более у нас тоже на них есть КБ, которые нам дали по фокусу Он себе попадает И, да, просто испаряются канадские войска, по ощущениям Давайте-ка посмотрим Только-только началась эта война Давайте-ка мы... А, мы тоже нет альянса, ладно Тысяча на 50 тысяч Солидно, солидно Канада, я думаю, очень быстро капнет И мы уже отказались от англофилии, как раз-таки под начало войны с Канадой Прекрасно Давайте-ка вот сюда выйдем в фабрики ТНП Да, почему бы и нет Это тут тоже, конечно, объем производства Здесь идеология Всего говоря, идеология нам очень нужна Здесь еще прирост вселения Давайте вот сюда и выйдем, прирост вселения, почему бы и нет Раньше Кстати говоря, великих держав Кто-то замерился, кроме Канады тут-то и нету Мы сейчас захватим Канаду и на этом просто закончим войну Прекрасно, на мой взгляд Нам, конечно, повезло в этом плане, что мы аннексировали Францию Но если бы ее не аннексировали, игра бы просто каждый раз вылетала Так что Преклятое иметь спасителя тел Поведение обращается, все нет Нет Предать их душу забвению Ну и вот, да, нации, конечно, все Тут 107 тысяч потерь у нас все еще только 2000 Да Все, конечно же, очень красиво по потерям Только капнули бы они побыстрее Но я так понимаю, мне надо вот сюда Мне нужно банкувер в первую очередь, наверное И капнут И мы, конечно же, не забываем постепенно восстанавливать Америку Национализировать обратную территорию Обратно получать мемповарь оттуда Обратно получать оттуда военные заводы и фабрики Это все, конечно же, очень важно Итак, есть истинный ливизм без Маркса Каптируют генеральные фаски селяне Короче говоря, мы тут вон, социал с фашистами Что-то там думаем Короче говоря, осуждаем, но Благо от фашизма берем Осуждаем, скорее, все-таки, наверное Но баф неплохой Так, смещение Лавкрафта Нам рассказывают про то, что мы так взяли Перешли на социализм, да? Окей Да, потихоньку-потихоньку растет наш радикальный социализм В популярности Я думаю, вырастет достаточно быстро Плава самого Лавкрафта Ох, ребята То есть, вот, короче говоря Просто рассказывается Хотите, почитайте Я, пожалуй, оставляю это на вас И вот мы сразу моментально набрали 40% участия в войне Огромное количество потерь 400 тысяч против наших трех Это просто безумие Неописуемое безумие Да А где капитуляция, кстати? Почему у меня сломался фронт? Хороший вопрос Ну, как будто вот здесь вот и должна быть капитуляция Когда мы заберем Галифакс Я так предполагаю Крайней мере И плюс территории Мы здесь ставим культуру превыше расы И да, вот Канада и капнула Просто давая всю Антанту в наше распоряжение Прекрасно Прекрасно И мы кроме территории Забираем в себе еще и весь флот То есть Я сейчас вам покажу Нашелтель выглядит вот так вот Солидно, солидно Так что если кто-то там вдруг писал в комментах Что что-то ты там забыл взять флот Ребята Плевать абсолютно У нас теперь есть Австралия Огромный кусок в Индии В Африке И даже база в Европе Достаточно удобно И можем все ресурсы поразвивать Давайте поразвиваем Кстати говоря, все в Канаде В Америке ресурсов как будто бы нету Но вообще есть И что же, теперь мы должны думать Куда мы дальше полезем Собственно говоря У нас здесь Много где вообще есть Куда залезть Давайте в первую очередь Наверное, немножко армию поувеличиваем Нам все-таки нужно побольше будет Чтобы воевать На старких участках Но я предполагаю То мы Будем сейчас Всаживаться в Британию Нужно англосаксов Добить Так сказать До конца Зов Ктулху Наше забоевание Англо-океане Делать гладко Тереносить первая позиция Ресурс Не необходимый Делать выполнение Экспедиции к мысу Нема Затерянного города Рельех Ничего не нашли Мы не можем ошибаться Мы просто искали не в том месте Так, из вот этих наших фокусов Смотрите Австралазия Есть Так Так Это как раз таки Южно-фриканский Подождите Нет, сразу таки Южно-фриканский народный союз Подождите, ребята Этот фокус Можно сказать Мы выполнили Дальше Австралия Тоже выполнена Британский союз Ирландия У нас на цели Индия Вся на цели И на цели У нас еще А это уже финальный фокус Окей Получается Вы поняли Сюда Сюда мы должны смотреть Ну и конечно же Респакт Я думаю тоже Мы между где-то победим Заговоря именно Австрийская Италия Объединяет Италию Любопытно И мне очень интересно Как замерилась Британия Отдельно Видимо Какой-то был Скриптовый мир Или что Что они вымерились отдельно Ну я конечно же говорю Не про Антанту А про войну С Респактом Лидер Бацвана Мне кого-то напоминает Узнали ли вы Этого персонажа Ну с игроком Объявила сама войну Я уже туда войска Двигал Чтобы на них напасть Но они меня опередили Ну Вопрос Успеем ли мы Доехать В теории наверное Да В практике посмотрим Еще и Берманский союз На войне Ну уже ладно Берманский союз Не так страшно и важно Что ж Давайте пойдем куда Давайте пойдем дальше По экономике Пожалуй Рай в действии Под руководством Проведения Судьба Канады По-моему так и не выскочила Мне повоскакивали Судьбы вот эти Судьбы там Австралии А Индии И Канады Не Не вылазили Странно О Россия Объявляет Войну Японии Ну Пошла за руба Еще одна Начинаем Мой рай На пути к рабочему раю Мы стартанули Идет дальше Неостановимый Реформизм Под присмотром Проведения Получаем еще больше Эффективность Ресурсов Производства Кайф Кайф Это конечно Реальный кайф Надо помнить Что все наши ресурсы Находятся под командной Экономикой То есть Все наши ресурсы Это именно наши ресурсы Безумное безумие Конечно Да И да Наши войска Успели кое-как Дойти сюда Конечно На самый север Я их наверное не пошлю Что есть вообще По снабжению Ну да Как я и думал Они там умрут Без снабжения Хотя тут какие-то речки Еще что-то есть Но пока они тут дойдут Пока они хотя бы Займут здесь позиции Какой-то фронт Сформируется И они будут Уже от какого-то фронта Плясать играть Кроме того Конечно Снабжение В идеале бы занять Вообще Мы можем уже пушить Но пускай у нас Все войска доедут А то они еще видите Какие-то там Собирались приехать Вот в этот порт Но его захватили Поэтому они решили Развернуться И только потом Поехать обратно вперед Так работают войска В этой игре Войска Заезжают Становятся на позиции Как здесь все Встанут Наберут сейчас планирование Будем нажимать кнопочку И просто снесем Все инди Я думаю Так чистый курс Без ограничений Еще плюс Куча бафов Господи Какая же у нас Промышенность просто безумная 5 военных заводов Делают 15 грузовиков в день Просто посмотрите на это реальное Безумное безумие Полночная зона Другое измерение Вот там еще одно Что-то происходит Но Не сильно мне это интересно Вот мне намного интереснее Когда у меня достроятся Уже здесь Мои авиабазы В принципе достаточно скоро Еще два левела И после этого Мы начнем наступление Все-таки Хотелось бы иметь Авиацию конечно здесь Мы сделали чистый курс Без ограничений Давайте теперь Утопия Лавкрафта Для обывателя Какая сначала Работать на полную Полное воздушное Доминирование Можем начинать Здесь писать Что у нас Типа Видите шансы Соотношения сил Было слабее В самом начале Но внезапно Нажимаем стрелочку И все просто Сносится к чертям Мы сильнее Мы точно Не слабее Как топи Лавкрафта Для обывателя Готова Теперь меняем Отитократию На Технократию Мы кстати говоря Мобилизуемся Сейчас будем демобилизоваться Обратно В целом Мало чего поменяется Но вот атака дивизии Очень жалко Кстати говоря Но Что поделать Ладно Давайте ради атаки дивизии Сделаем это под конец Потому что Ну Честно говоря Менять атаку дивизии 7.5 И защиту дивизии На Тут вот Некоторую Просто Некоторые бафы Промышленности Очевидно Я бы не стал Ни на какой стороне Но Это играем Не на корову Как говорится Так что Конечно сделаем Космизум у нас готов Людские ресурсы Не национальная провинция Плюс 15% Это просто Безумно мощно Но в целом Нам на самом деле Плевать уже В этом этапе игры У нас Все ресурсы Можно сказать Бесконечные Ну что Что военная заканчивается Какие потери 700 тысяч Против Я там видел 20 тысяч Лично так Совершенно культура Будет поддерживаться Бесконечной Волной гениальности Однозначно Однозначно И теперь Универсальная Лавкрафтианская Идентичность Господи Ух Надо принять таблетки Но пожалуй После прохождения И эта армия Пожалуй отправляется Вот сюда Надо добивать Всю Индию Чтобы уже Не было Споров Тут Мастер Так сказать И у нас Готов КБ На Британский союз Не знаю кто У нас союзники Видимо Марионетки Наши Мы объявляем Им войну Поддержите На то Что нам Кто-нибудь Даст Базирование В Европе После этого Но Всем плевать Это Кстати говоря Грустно Все ребята Дадут Но Они честно говоря Мало что Нам делают Как-то А Британский союзник Еще имел Остров Господи Ну ладно Все нам плевать Надо думать Как доехать До Британии И По ощущению Надо Нападать На Таню Брать Вот эти Вот Порты Как-то Таким образом Еще есть Норвежский союз Кстати говоря Который Тоже там Видите Мы До него Доплыть Можем Да У нас Есть Превысотство Теоретическое Так что Да Мы сейчас Поедем В Исландию Норвежского союза А потом В саму Британию Такой план А параллельно Мы начинаем Вследовать Ядерные реакторы И Сразу За ними Пойдет Нормально Ну и Придется Уже Заменить Аристократию На Технократию Что Поделать А я Тем временем Строю Перерабатывающие Заводы Потому что У меня Всей промышленности Хватает Единственное Я бы Может Только Перешел На Независимые Источники Резины Потому что Это Единственное Что нам Приходится Импортировать Если Мы Построим Здесь Достаточно Заводов Перерабатывающих То И резины Нам Как бы Покупать Не надо Будет Будем Полностью Независимым Я думаю Пойдет Почему Нет Времени Война В Испании Все еще Не заканчивается Там Уже Воюют Все И дети И пенсионеры И старые И молодые И студенты И преподаватели Но Она Не заканчивается Просто Испания Здесь Всегда Очень Долго Воюет Это Мне кажется Не очень Нравится В целом Нам Плевать Конечно Но Как-то Такое Пока Нажимаем Вот эти Кнопщика Остановления Иноциализируем Все Получаем Просто Какие-то Безумные Числа По Мэн Пауэру Потому Что Люди Переходят В Подходящее Население Отлично Так Тех Награти Терри У нас Есть И И давайте Смириться Забывением И принять Решение Друзья По всей Америке Господи Я не знал Что такое Баф Существует Мы получаем Еще Одну Чейку Исследование И еще Баф На Исследование Атомное Прикольно Конечно Хотя Мы и так Уже Достаточно Баф Технически Если бы мы взяли Вот эту Ищику У нас Было бы Их Сейчас Шесть Ну Факт В том Что Нам Просто Столько Не нужно Объективно Говоря Потому Что Мы Очень Скромно Все Исследуем У нас Нету Ни танков Ни Каких Не знаю Лота Ничего То есть Все Что Надо Мы Исследовали Ладно Лишними И так Заввение Зовет Отчаиваться Линам Заввение Зовет Его Лавкрафт Сосареет Ослаблены Болезнью Что Сказать Можно Королев Желтом Соня Грин Можно Жену Лавкрафта Поставить Правителям Ну Нет Проведение Вечем Давайте Покажем Миру Эту Окончательную Истину Так Ну Сейчас Что Здесь Произведет И так Ответ На Заввение Наш Национальный Озилоги Стал Лавкрафт Ян 100 Господи Короче говоря Древние Старшепоги Короче Все Вгрызаются В склане Реальности Какой Ужас Только Лавкрафт Готов Нас Защитить Окей Как-то Далеко Мы готовы Затем В этой Подготовке Можно Выбрать Будущее Наши Будущее Нашей Восстановленной Америки Да Либо Вся Земля Должна Быть Защит От Неизвестности Которая Преследует Нас Честно Говоря Даже Не знаю Давайте Посмотрим Я сохранился Посмотрим Что вот Здесь Произойдет Я хочу Вот это Выбрать Но Мне интересно Что вот Здесь Произойдет В сериале Буду играть Еще один Раз Поэтому Давайте Посмотрим Что за События Последует Там И вот Будущее Наши Восстановленной Америки Объединились Там Должны Средо Исключительно На внутреннем Росте Ремонте Только За счет Новой Войны Фокус Это Я все Уже Видел А Ну Слушайте Тут Ничего Интересного Честно Говоря То есть Типа Захватите Там Все Вот Это И Этим Будете Довольны Нет Вот Буквально Переписываем Историю Ребята И сейчас Строгаемся В мир В котором Мы Выбираем Правильный Путь Вся Земля Отлажна Безучина От Неизвестности Которая Преследует Нас Старство Народной Эстетический Орден Америки Отныне Будет Называться Народный Сверхъестественный Союз Провиденция Каждый Регион Станет Считаться Нашим Национальным И против Всех Стран Мы получаем Аннексию Правильно Понимаю Да Я правильно Понимаю Все Земли Этого Мира Теперь Наши Национальные На всех У нас Есть Казбели Аннексия Слушайте Звучит Любопытно Другой вопрос Насколько далеко Мы пойдем Потому что Очевидно В один момент Добивать всяких Не знаю Аусалендов Я не буду Но Основных соперников Я думаю Надо вывести То есть Вот здесь Ребята Здесь Может быть И здесь Посмотрим Поехали пока что Наверное Вот сюда Нам теперь Не надо ждать Казбели У нас Казбели На всех У нас У всех будет Эмбарго Вы не сможете Остановить Лавкрафта Больше не сможете Больше Никто Не сможет Погуляем Войну Норвежскому Союзу Наш флот Конечно же Здесь Он может Высадиться Давайте Вот так Сделаем Горе Где он Сейчас Сделаем Там Преосходство И поедем В Европу Высаживаться Еще опять Эмбарго Но Это было Неизбежно Они Не понимают Нас Мы Заставим Ну и Выставка Норвегия Началась Я думаю В принципе Еще останавливаться Дальняя война Так Тотальная война Начинаем Вторжение В Мексику Параллельно С этим И я думаю Параллельно С этим Надо Авиацию Все таки Вот отсюда Вернуть В Америку Чтобы они Все таки Помогали Нам Здесь В Мексике Итак Готовьте Ваши Новые Таблетки У нас Новый Вент Который Еще Нас Пытается Атаковать Флексом Но Мы Уже Опытные Смурфики Так Вот Прогресс Тан-да-тан Цветы Сынных Метров Ошерзающая Ракетная Программа Первую Ракету Белый Корабль Засекретить Спрятать Проект Не Образимые Цветы Короче Да Мы живем На Тихом Острове Нежества Посреди Черных Барей Бесконечности И нам Не суждено Отправиться В далекое Путешествие Кстати Еще Мы получили Невероятный Скрытый Баф Того Что Все Наши Национальные Территории А значит На всех Территориях Мы будем Получать Государство Плюс 71 Е Бать Все Что Я могу Сказать Е Бать Х2 Все Что Я могу Сказать Здесь База 300 Изменено На 542 Процента Противоперед Так 1770 Нашей Пилотной Дивизии Представьте Ебало Вот этого Генерала Когда Прилетает Один Снаряд И этот Снаряд Уничтожает Город Снаряд Был Выпущен Из Пистолета Женского Если Вы Знаете Такого Но Урон От него Был Пробаф Всеми Баф Стороны Поэтому Этот Снаряд Был Примерно По Силе Равен Ядерной Бомбе Но Хули Херц Файрон Так И Живем Да Так И Живем Но Что Могу Сказать Прекрасно Весь Мир Как Корки Это Конечно Весело И Мексика Капнуло В принципе Очевидно Так И Произошло Бы Других Варядов У них Не Было Мексиканцев Нам Надо Кстати Здесь Как То Фронт Стабилизировать Пожалуйста Давайте Вы Это Нормально Возьми Они Сделали Плохо Это Я Рикявик Типа Захватил И Пошел Дальше А Оказывается У них Тут Блин Миллион Дивизий Поэтому Они Его Просто Взяли Обратно Пока Я Не Смотрел Туда Грустно Но Подкрепление Уже В пути А мы Тем Временем Будем Сниматься Безумным Безумием Захватывать Все Что Видим Потому Что А Почему Нет Наша Потеряют Его Обратно Наверное Так Так И Есть В этот Раз Все Будет В Порядке Мы Сделаем Нормальный Фронт И Нормально Его Захватим И Потом Поедем Нормально В Британию Но Я думаю Все Это Продолжится В следующей Серии Наш Народный Сверхъестественный Союз Провиденца Становится Просто Гига Огромным Гига Огромным Промышленно Гига Огромным По Этот Мир Будет Обязательно Спасен Но Ты Спаси Себя Подпиской На Мой Канал Ставь Комментарий Лайк Все Как Обычно Ребят И Дискорд Не Забывайте И До Скорых Встреч Пока